Ярмарка Удивляет несметным изобилием урожая и яркими талантами сельских мастеров Ярмарки истории возникали в самых неудобных местах, на пересечении торговых путей Вроде бы надо купцам проследовать по делам своим, а пройти никак нельзя Народ просит товар лицом показать, да продать подешевле Поволжский агропромышленный форум сохранил все эти традиции, кроме одной Там, где он проходит, уютно и комфортно всем Посмотреть технику, интересно, такие трактора стали красивые Потом что-нибудь купить, запастись на зиму чем-нибудь, ну и развлечься, весело Картошку купили, морковь купили, сейчас еще пойдем что-нибудь такого деликатесика к столу купим на ужин, свеженький 14-15 сентября, площадка машин на испытательной станции в поселке Усть-Кенельский Два дня здесь работала 14-я агропромышленная выставка Самая крупная в Поволжье Ее уникальность и самобытность подтвердилась с первых минут Открыло мероприятие молодая семья самарского фермера Форум открыт! Сноровистые мясоторговцы, бойкие пчеловоды, фабричные мастера и кустари В конце 90-х все это было в диковинку местному обывателю Потому первую выставку, организованную на Самарском ипподроме, посетило всего сотня энтузиастов Но время расставило акценты и сейчас форум пользуется бешеной популярностью Вы посмотрите какое настроение людей прекрасно Это на самом деле большой праздник С каким они удовольствием представляют и предлагают рассмотреть, познать, попробовать плоды своего труда Конечно это для людей очень важно Тем более живут на селе, многие в далеких селах, фермеры, подсобные хозяйства Для них вот такой выход, это может быть самое главное в жизни И мы конечно будем это обязательно дальше поддерживать И не только поддерживать, но будем совершенствовать И само мероприятие, сама площадка, на мой взгляд, вот на сегодня Она получилась и получилась хорошо Подошли творчески, очень ответственно подошли районы к своим экспозициям Я бывал на многих разных выставках, в том числе за рубежом Размах он очень широк Это почти московский размах Поэтому хочу сказать аграриям, руководителям аграрного сектора и области И руководителям районов Огромное спасибо за вот такой праздник для людей В этом году в широко распахнутые двери ярмарки вошли более 100 тысяч человек Более 700 организаций со всех уголков нашей страны и за рубежа Представляют сегодня свою технику, свои технологии И это тоже большое достижение В этом году в очередь стояли на то, чтобы принять участие в нашей выставке И самое главное, что была замечательная погода и настроение людей было праздничным Люди приобретали картофель, лук и остальные продукты по нормальным доступным ценам И сочетание праздника и возможности приобрести, запастись на зиму, это очень-очень здорово На наш взгляд праздник удался Дмитрий Кирясов из Сызранского района на этом празднике в первый раз Показать и есть что В самодельных клетках фырчит экзотическая ушастая гвардия Белые и серые великаны, шиншиллы Детская любовь к кроликам сейчас переросла в серьезную селекционную работу Возрождаю старые породы, то что были Приобрел шиншиллу, нашел советскую То есть остатки былой роскоши То что были в племб хозяйствах Кто успел племенной материал из частников выкупил Вот остались я их Сохраняю и возрождаю Сохраняю и возрождаю Потому что, как говорится, все новое Это все хорошо забытое старое Пернатый бомонд Михаила и Аллы Клейминых на выставке уже завсегдатой Оттого и кудахчат почти по-домашнему В куриной ассамблее сплошь аристократки Брамы, кохинхины и китайские шелковые щеголихи Пока у этого двухнедельного куренка мало шика, блеска и шелка Но природа скоро возьмет свое И через 4 месяца он превратится в этого пушистого декоративного красавца Среди выхоленных любимец есть и совершенно новые селекционные достижения Каждый год обновляю Если обновлять не будешь, то есть цвет будет меняться То есть хуже будет И масса будет, и деформация будет Каждый год привожу что-то новое Увеличиваем поголовье Из кур появилось цвет серебристый, из шелковых, черный Это кахинхинов? Нет, это шелково-китайский Из кахинхинов крупных мясоященного порода Появились желтого цвета, из трябиного, мраморный цвет Есть чем похвастаться и владельцам живности покрупнее Этому сементалу на выставке нет конкурентов В свои два с половиной года гигант весит полторы тонны С его необузданным аппетитом это еще не предел Шутят хозяева из Кенельского района А вот от рада большечерниговских фермеров Статные и породистые герифорды В апреле кудрявое поголовье мясного направления получило высокий статус Племенной союз И теперь реализация приплода даст хозяйству весомую прибыль Подобные мероприятия нужны для того, чтобы народ знал Для чего здесь, в котором мы находимся за перегородкой Как мы работаем и какие результаты мы получаем И что они едят Вот, и все Это герифорская порода, она ценится, мраморное мясо И народ должен знать, кто работает в нем и как работает А этот праздник, он нужен Не только один раз в год, а четыре раза в год Праздничным и не менее серьезным событием, состоявшимся на форуме Стало подписание соглашений о сотрудничестве Между самарским животноводческим предприятием «Велес» И двумя компаниями из республики Мордовия По словам губернатора Николая Меркушкина Одним из результатов совместной работы Должно стать повсеместное внедрение на самарских фермах искусственного осеменения Я думаю, что совместная работа будет очень важной для области Для того, чтобы развивать прежде всего молочное животноводство Прежде всего Ну и не только молочное животноводство, может и свиноводство Но свиноводы сейчас чаще берут из-за рубежа А молочники из-за рубежа мы не можем Потому что это будет очень дорого Нам надо создавать свою систему Используя тот опыт, который имеется на западе Успехов вам! Спасибо! Настоящим сюрпризом и роскошным украшением ярмарки Стал конкурс красоты Креди молочных буренок галштинской породы Подобный смотр в области проводился впервые Еще за несколько месяцев до этого Необычного дофиле перед публикой Номинантки приучались к уздечке И часами проводили время в коровьих косметических салонах Красоток тщательно намывали, стригли и делали укладку Вдобавок им полировали рожки и делали модный маникюр Естественно, надо хорошо выглядеть Ведь оценивает твою грацию строгая жюри международного уровня Специалисты из Чехии За два месяца до начала конкурса Наши скотники начали подготовку Они стали выводить наших животных Мы специально у себя на территории Сделили небольшой ринг И мы выводили их туда Во-первых, они привыкали к недоустку Привыкали к тому, что нужно ходить, не брыкаться Естественно, мы использовали разные-разные способы Например, наша корова, Надюша, очень любит сахар За сахар она всегда за скотником ходит Конечно, сразу животное не привыкнет Что вы лошадь выводите, а уж корову для нас это вообще необычно И скотники наши не знали, как это делать Но любовь к животным, терпение им помогло И они у нас идут, красавицы, спокойные Молодцы Самыми красивыми мадоннами, то есть многодетными коровами Признали буренок из хозяйств Ставропольского и Волжского районов Лучшие в статике и проходке молодые мамаши Представительницы фермы из Ставропольского и Безенчукского районов А вот пальму первенства среди юных галштинок Отдали полуторагодовалой Пальмире С молочного предприятия Красноярского района Мало того, ее напарница по подиуму, Карина Каренченко Стала лучшим поводырем конкурса В основном телку смотрят по крепости, по конституции тела По постановке конечностей, да Вот в процессе обучения как вела себя Пальмира? По-разному, по-разному Не сразу получилось договориться Но со временем мы с ней вот сдружились Ну как бы вот результат, скажем так, наших занятий Спасибо большое нашему руководителю, нашему директору Что дали нам возможность подготовиться Прекрасные животные У агрономов на выставке своего полиягоды Современные средства защиты растений И новейшие комплексы для очистки зерна и заготовки кормов Специалисты нашей Самарской сельхозакадемии тоже удивили Вуз разработал инновационный проект по возделыванию сои Соя высоко ликвидная культура, высоко востребованная Особенно в связи с тем, что сейчас ставится задача Развитие птицеводства, мясного скотоводства, сминоводства И без сои уж рота А у нас ученые на факультете биотехнологии и ветеринарной медицины Отрабатывают использование полно жирной сои Что абсолютно новое для России Вот это имеет очень-очень большое значение А инновационные достижения этого хозяйства уже получили всероссийское признание Питомник женьшень из Жигулевска не только адаптировал таежный корень жизни к самарской земле Но и запустил производство целебной продукции на его основе Самарский регион принял женьшень Мы считаем самарскую область как бы мамой Женьшень нашего все-таки она приняла Но у нас еще есть и крестная мама Это Мордовия, где мы получили первое признание золотую медаль В 2009 году Так что у нас две мамы Получается Две мамы нашего женьшенья А мы кто? Мы воспитатели Мы нянчим Мы воспитываем наших детишек Даем радость людям Поэтому так Думаю, за это нас и наградили И получили мы вот такую вот красоту И вот такой вот диплом Были на форуме и очень сладкие места Это пасечники постарались И выставили янтарную продукцию От своих любимых полосатых тружениц Мы четвертое поколение пчеловодов Мы продолжаем И мы думаем, что наше дело продолжат еще наши дети Потому что пчеловодство это очень свято Пчелки любят добрых, умных, честных, трезвых И, конечно, очень щедрых Настоящие колдовские сети-ярмарки Сельская улица Где ярко и самобытно представили себя Муниципальные районы области Сырокой душой они развернули свои скатерти-самобранки Представили изыски местных хлебопеков И фантазий мануфактурщиков Большинство из которых это простые сельские школьники Когда уже стало известно, что состоится форум И попросили нас опять помочь приготовить композицию Мы просто собрали наших педагогов Обратились к ним с просьбой И вот все, что дети сделали Это было сделано от чистого сердца И с большой душой Потому что на самом деле Эта тематика нам близка Вот И, ну, то, что получилось, что получилось А овощи, которые здесь вот представлены Это все выращено на пришкольных участках Или в личных хозяйствах Вот эту большую дыку нам привезли С Ганькина Из села Самую дальнюю Ее два человека, взрослых мужчины Несли очень тяжело Мне, по-моему, больше 50 килограмм Аграрный форум – это хоть и большой праздник Но, по сути, венец трудного сезона Погода вновь заставила немного затянуть пояса Из-за жары урожай оказался небольшим Чуть более миллиона тонн зерна Однако, как заверил глава региона Растеневодство уже в ближайшее время Выйдет на более высокие показатели И для этого у него есть наглядный пример Областное животноводство Животноводство дает прибавку Увеличивается поголовье крупноаргатов скота Увеличивается производство молока Пусть не тем и темпами Там 3-5 процентов Но это очень важно А поголовье, рост поголовья По Самарской области На сегодняшний день Он самый большой в Поволжье По темпам роста Пойдут программы В том числе новые программы По развитию сельского хозяйства И будем активно в том числе Нарышевать земледелие Делать все, чтобы Собирать не миллион, что там миллион двести тонн хлеба А собирать два миллиона Два с половиной миллиона Может быть и три-три с половиной миллиона Тон хлеба на Самарской земле Уже подсчитано В рамках выставки Были заключены договоры С шестидесятью двумя предприятиями На поставку сельхозтехники И оборудование на сумму свыше Восьмисот миллионов рублей Реализовано Двести тонн картофеля Сто тонн плодов овощных И бахчевых культур Пять тонн мяса И колбасных изделий Полторы тонны хлеба Тонна меда И столько же рыбы Словом, никто с выставки С пустыми руками не ушел